Все главное в судьбе человека начинается со школьной скамьи. Какой бы ни была дальнейшая жизнь выпускников, в судьбе каждого школы оставляют свой след. Вот уже 75 лет каждое утро школа номер 6 столицы республики открывает свои двери в мир науки и знаний. Появилась шестая школа постановлением Совнаркома Чувашской автономии по улице Ленинградской в суровом 1937 году. И только потом, спустя 35 лет, была построена новая, уже на Чапаево, которая и стала называться средней школой номер 6. В школе существует кадетское движение. И школа является участником республиканского эксперимента по апробации модели кадетской школы кадетских классов. В рамках модернизации образования школа стала участником и получила новое оборудование для школьных столовых. Кроме этого, мы участвуем и являемся экспериментальной площадкой по апробации Оксфордского учебника по иностранному, по английскому языку. На праздник пришли почетные гости – ветераны педагогического труда, учителя, выпускники и сегодняшние ученики школы. Открыла праздничный вечер презентация. На белом экране, словно калейдоскоп прожитых лет, появлялись фотографии, а ведущие рассказывали об истории создания школы. О директорах, возглавлявших это образовательное учреждение в разные годы и учителях. Можете увидеть и педагоги с гитарой, и дети, всевозможные кружки. Для меня, конечно, 14 лет, проведенных в стенах этого учебного заведения. Годы были сложные, 90-е, начало 2000-х годов. Но, вы знаете, осталось в памяти самое доброе, самое светлое. Многое сделали педагоги, чтобы поддержать детей, родителей, чтобы каждый день учеба в этой школе был радостным. Каждый период истории школы заслуживает самостоятельной книги, как и судьбы ее выпускников. Александр Рыбаков и Сергей Тюмеров прямо со школьной скамьи ушли защищать родину от фашизма. Из выпускников-фронтовиков их осталось только двое. Шестая школа по праву гордится своим воспитанником Элли Юрьевым, создателем чувашского герба и флага. Здесь начинал свой путь в этнопедагогику знаменитый Геннадий Волков. Школа – это храм науки. Главным его достижением во все времена были и остаются дети. Трогательное выступление воспитанников школы искусств стало приятным подарком в этот праздничный вечер. Школьники и учителя.